Второе Законие 15 в первом стихе. Седьмой год делает прощение. Значит, если ты отдал деньги или что-то кому, но седьмой год это уже все, ты не сможешь это требовать обратно. Это единственное, у евроев были такие законы об этом, что если ты кое-что отдашь человеку, то это уже все, ты не сможешь это требовать обратно. Видите, как слово прощение используется, потому что это видимо, что если долг есть, это похоже к нашему греху перед Богом. Ладно, это имеется в виду, что ты одолжил человеку, но ладно, если седьмой год это уже все, ты это не требуешь обратно. Надо ему простить седьмой год, то есть отпустить. Ладно, я тебе дал, одолжил, ты не дал мне обратно, хорошо, все. Значит, всегда было какое-то ограничение. И я думаю, что это очень мудрое, потому что здесь мы читаем, конечно, закон Божий, это его мудрость. Но все, по-моему, следуем под вопросом прощения. Как я могу простить? Вот. И очень многие люди внутри себя, постоянно, сам себе разговаривают о том, что, да, она так делала, он так делал, она гуляла, он гулял, вот, с соседом и так далее. Вот. Спустя уже двадцать лет, тридцать лет, людей все равно об этом размышляют, что это не то. Вот, я одолжил, и вот они меня обманули. Вот. Ладно, должен быть ограничение. Когда ты скажешь, да ладно, все. Все. И Бог, по-моему, это, ну, как-то пробовал им показать. Я считаю тоже, что Бог то же самое делает с нами. Когда мы грешим, у Бога есть разные возможности. Он мог бы его просто так простить, но, скорее всего, мы не покаемся, когда мы грешим, по крайней мере, не сразу. Вот. Он ждет, кажется, и потом отпускает. Я не говорю, что вот, ну, ладно, мы сможем как-то грешить, потому что для Бога это не столь важно. Нет, я не так имел в виду. А что Бог делать? Потому что Он нас любит. К сожалению, наша совесть не совсем, вот, действующая. И чаще всего мы считаем, что это не грех. Ну, ладно, я об этом забыл. А что Бог тогда будет делать? Если Он будет требовать каждый грех от каждого человека, то никто из нас не будет в Царстве Божьем. У Него не был бы народ. Потому что мы все такие, к сожалению. И нам придется то же самое делать с другими. Это не то сказать, что, ладно, если ты будешь покаяться, вот, на коврах, именно вот на полу, перед мною, тогда дам прощение. Потому что я такой хороший. Я такой духовный. Если ты будешь перед мною, на полу, вот, покаяться, хорошо, я дам прощение. Ну, это не дело. Потому что, как Иисус сказал, как вы будете простить, так и я буду простить. То есть наша политика по поводу прощения является той политикой, которая будет у Бога с нами в последний день. Не забывайте, что мы все здесь будем явиться перед Судом Трона Божьим в последний день, когда Иисус придет. И есть очень многие грехи о том, что мы не покаялись. Тогда, если мы ожидаем Его прощения, нам придется и тоже простить. Вот, без требования прощения. Иначе я не вижу, как мы сможем ожидать Его спасения, в конце концов. И каждый седьмой год это должен быть, что каждый седьмой год они сказали, что, ну, все. Все грехи, все, ну, долги, без прощения. И дальше написано, что тот год или тот, ну, момент прощения начинался во время День Очищения. Это был праздник еврейский. И тот День Очищения в Новом Завете говорится о том прощении грехов, которые у нас есть во Христе. Значит, что из-за того, что Иисус умер для нас, тогда нам придется тогда дать прощение другими. Если Он мне простил столько, мне придется и тоже им, ну, других людям простить. В четвертом стихе. Разве только не будет у Тебе нищего, ибо благословит Тебя Господь на той земле. Сейчас. Сейчас я покажу. Вот он даже. Ну, Господи, я не туда, он наснул и нажал. Вот он, быстро. Ничего не нажал. Ум, не нужно. Ум, не надо. Ум, не надо. Ум, не надо. Ум, не надо. Ух, а вот это. Ух, а вот это. Какая-то штука вылетает в углу у вас там. Ум, не надо. Ум, не надо. Ум, не надо. Ум, не надо. Надо знать. Я не знаю, я понял. Спасибо. Четвертый. Разве только не будет у Тебя нищего, ибо благословит Тебя Господь на той земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе в удел, чтобы Ты взял ее. Вот. Значит, намерение Божие было в том, что Он будет столько благословить Его народа, чтобы у них не было бы нищего. То есть, Он обещал дать им вот урожай огромный. И шестой. Ибо Господь Бог Твой благословит Тебе, как Он говорил Тебе, и Ты будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. Ну, это если они были бы послушны. Вы будете давать займы многим народам, если Вы будете послушны. Интересно, что Еврой так и делали. Это исполнилось, потому что, видите, сегодня, как все денег, в принципе, на руках Еврой. Банки особо, в частности, в Америке, все в руках Еврой. Все Rothschild, Rothschild и так далее, все эти банкеры, они все вот Еврой. А здесь написано, что это было бы, если Вы были послушны. Они не были послушны. А Бог все равно дал им исполнение, то благословение, которое Он обещал. Я считаю, что это интересно, как Он столько любил и любит до сих пор свой народ, которые совсем не послушны. Совсем не послушны. Бог как-то хотел это делать для им, если они послушны, они не были послушны, но все равно дал им. Седьмое. А если же будет у Тебе нищий кто-либо из братьев Твоих, то не ожесточи сердце Твоего и не сожжим руки Твоей пред нищим братом Твоим. Значит, что, по идее, если они послушны, написано 6 стих, 4 стих, «Разве только не будет у Тебя нищего? Ибо благословите Тебя Господом на той земле». То есть, если они послушны, нищие не будут. А если будет, тогда надо ему помочь. Но это значило бы, что тот человек, который бедный, бедный из-за того, что он не был послушным. Но все равно у человека есть нужды. И в 8 стих написано «Дай ему в займе». Смотри по его нужде. Причем он нуждается. Итак, если мы видим нужды у человека, не смотря на то, что это его вина, что тут нужды есть, все равно дай ему. Например, ты видишь человек пьяный на улице. Вот. И это холодно. Очень даже холодно. Если он там будет оставаться, он, наверное, умрет. А что ты будешь думать? Ты виноватый. Ты пьяный. Лежи там. Умери там. Зачем мне вообще тебе помочь? Нет. Хотя это, конечно, грех. Хотя это, конечно, его вина, что он там лежит в пьяном виде в морозе. Представляем, в сорока мороз, вот, и там лежит человек в пьяном виде. Он там умирает. Нам надо все равно понять его нужды и помогать, поскольку мы сможем, чтобы он жил бы. Это не стоит сказать, что это его грех, это его проблема. Почему? Если человек копал яму и сам туда попал, человек все равно находится в яме. Все равно он там находится. И нам придется им помочь. Почему? Потому что это то, что Бог делал нам. Это нельзя иметь такое ощущение, что я такой нормальный человек. Я всегда делаю то, что правильно. Вот, я все логично, правильно делаю. Мне такие. И он дал им причин, почему. В 15 стихе. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе все. Мы были тоже, как сказать, в земле египетской. И оттуда избавил нам Господь. В Новом Завете написано, что когда они были там в Египте, в рабстве. Это так, как в нашей жизни. До того, что мы приняли крещение во Христе. Поскольку мы принимаем крещение, это похоже с Израилом, как они шли сквозь море и крестились в Моисею в облаке и в море. Тут облако, это лишь воды. В том плане, они окружались водой. И это какое-то крещение, можно сказать, через погружение. И мы тоже были так в Египте, в мире, без никакого перспектива, без ничего. И Бог увидел нашу беду. И дал нам по-другому быть. И даже избавил нам из этого суеты. Вел нам через крещение. И сейчас мы по пути в Царство Божие. Если Бог столько взял инициатив в нашей жизни, нам придется и тоже взять инициативу. Ты видишь, я просто дал пример. Вот человек за сорока мороз лежит там в снеге в пьяном виде. Весь ночью. Ты что будешь делать? Нам придется тогда взять инициативу, поскольку мы сможем помогать. Сказать, что это его проблема, это его дело. Ну да, это правильно, он грешил. Правильно? Правда? Это его проблема. Проблема в том, что мы тоже такие. Хотя человек вообще не пьет. Все равно, по сути деле, в принципе, мы все идиоты, мы все дураков. И мы все делаем в разном способе. Все равно так и делаем. И Бог нам избавил. Итак, восьмой смотри по его нужде. В чем он нуждается? Берегись в девятом, чтобы не вошла в сердце твоей беззаконие мыслы. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив и нищему брату твоему. И ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебе к Господу и будет на тебе грехом. Значит, каждый седьмой год пришлось прощение. Вот, не думайте в начале этого седьмой года, ой, если я буду одолжить тот человеку, тогда скоро на тот же седьмой год я не буду получить обратно. Да, нет, не буду. Он имел в виду, что если нужды есть, нужды есть. И надо помочь человеку. Десятый. Дай ему взайли. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твоей. Когда мы поможем человеку. И это не только в финансовом плане. Потому что мы все сможем оказать помощь кому. Вот. Это не просто вопрос с деньгами. Мы, как капиталисты, думаем сразу в рамках денег. Нельзя думать, что у меня денег нет. Тогда вот это не ко мне. Это к нам. Потому что мы все сможем кому помочь в духовном плане. Вот. И написано, что нам надо это делать. И не должно скорбеть сердце твоей. Дом Завете Павел писал, что человек должен дать с радостом. С радостом о том, что я дал. Мы все, наверное, считаем, что ладно, я дам. Как то, как здесь написано, скорбеть сердце. Что, но. Что. Допустим, опять. Тот человек, который лежит пьян. Вот. Под сорока морозом. На улице ночи. В снеге. Не надо думать, ой, ладно, я буду тебе как-то, ты идиот. Я буду тебе вот как-то вот помогать. Ну, вот ты вообще такой дурак. Я помогу тебе, дурак. Нет. Не с таком мыслью. Не должен скорбеть сердце твоей. Надо это делать как-то с радостом. Вот. Это так, как Бог и делает с нами. И это мы видим. Вот. Постоянно. Это не так, что он думает, ой, мне надо этим людям вот опять простить. Опять вот помогать и так далее. Нет. Бог с радостом поможет человеку. Это его природа. Это его натура. И нам придется тоже. И дальше он сказал насчет жертвоприношения. Немножко тему по-другому. 21 стихе. Что надо принести жертву Богу, то, что абсолютно здоров и так далее. 21. Если же будет на нем порог, хромота или слепота или другой какой-нибудь порог, то не приноси его в жертву Господу. Ну, каждое животное, так как каждое человеческое тело, поскольку ты смотришь на каждое животное, есть кое-что неправильно, есть кое-что испорчено, есть какой-то порог. На каждом животное, так как каждое человеческое тело, хотя есть те, которые считаются, что ой, это вот перфектно. Нет. Врач смотрел бы на каждое тело человека, даже в молодости, есть порог. Есть кое-что не совсем то у каждого. Я думаю, что это важно, потому что, значит, конечно, это не то, принести слепое животное Богу, конечно, нет. Но нам не надо думать, что Бог требует какое-то совершенство от человека и тоже с этими животными. Он не требовал буквальным образом совершенства. Нет. Потому что такого нету. Совершенные животные, совершенные жертвы без порога не существуют. Совершенно человека не существует, кроме Иисуса. Итак, это не так, что Бог как-то требует от человека совершенства в смысле, в моральном плане. Я не говорю, что вот тогда давайте, ребят, крещим, потому что Бог как-то это понимает. Нет. Абсолютно нет. Но более утешение о том, что Бог знает, кто мы. Он понимает нашу структуру, нашей природу и как мы. Итак, Он не требует совершенства в моральном плане от человека. Мы все будем умереть как-то далеко от совершенства. И Бог это знает. И мы только будем тогда совершенны перед Богом из-за того, что мы во Христе. И Он является единственной совершенной жертвой. И поскольку человек делает тот идентификации с Иисусом, Бог смотрит над нами, как мы являемся самым Иисусом. Это почему я постоянно ободраю людям принять крещение. Потому что, когда ты в воде, это как смерть с Иисусом из воды, как воскресение с Ним. Значит, что Бог на самом деле на тебя смотрит, так как ты самым Иисусом. И Его совершенство как-то считается на тебе, хотя ты сам не совершен и не будешь. Поэтому, если кто желает креститься после этого, то обрати ко мне. Мы очень рады будем. Я и Синдия очень рады будем вас покрестить. Но, если мы уже приняли крещение, в смысле, как в взрослых, надо размышлять, что я во Христе. Я не совершен, не буду, даже не могу быть. Но я в Нем. И Он на самом деле противоречил каждой исключении. Он не грешил. Вот. И я во Христе. Поэтому вся Его праведность как-то считается на меня. И мы тоже показываем тот идентичность с Ним, поскольку мы совершаем тот обряд прибавления хлеба. Потому что тот хлеб является символом Его тела. И это маленькие частям. Вот берем. И мы являемся членом Его тела. Тоже тот стакан – это символ Его крови. И мы показываем, что да, я на самом деле хочу идентифицироваться с Ним. Так как Его жизнь, Его тело будет, в конце концов, наше. Итак, основание для нашего воскресения и спасения и вечной жизни было бы о том, что у Него было такое воскресение и такое вечная жизнь. Итак, давайте я прочитаю 1 Коринфянам 11, где Павел писал о подволнении хлеба. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И вас благодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело Мое за вас сломимое. Все творите в Мое воспоминание. Там же и чаще после вечерей, и сказал, все чаще есть Новый Завет в Моей крови. Все творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сил, смерть Господню возвышаете, так коли Он придет». Так, давайте помолимся за хлебом. Отче, спасибо тебе огромное за тот хлеб, который мы понимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. Умоляем тебе, Отче, чтобы ты считал бы нам так, как Иисуса. Дай нам, Отче, Его праведность, чтобы мы перед тобою сможем быть совершенны и сможем тогда и жить с Ним вечно. Во имя Него. Аминь.